И поняла, как же трудно жить без морей и гор. И получились такие стихи. Не живется без гор и морей, И не дышится в городе пыльном. Я похожа к отчевьих кровей, Мне милей на просторе ковыльном, А в тугой городской пелене Закипает измученный разум. Потому-то и хочется сразу, босиком, по соленой волне. Мне не можется с травами врозь, В них так много духмяного цвета. Вновь пронизана память насквозь Светозарной дорогой лета. Вот поэтому я сейчас хочу вас вернуть в лето. Я, когда приезжаю из Москвы туда, То душа как бы воскресает. Перезвонами небо полнится, Отошла, видать, недомолвится, Недоправдится, нерадушия, Не по ним ли я тризну слушаю, Купол заревом, несожжением, Блещет Господа отражением, Благодетствием, утешением, Но, душа моя, с воскрешением. Какие вот стихи. Вот в этой книге, по ее названию, Она начинается первое стихотворение такое. Я однажды поднялась на ком, 240 метров над уровнем океана. И там птицы летают вот вровень с тобой, Чайки, стрижи. И вот именно тогда, когда я была, Там две чайки летали, И вот родилось такое стихотворение. Здесь на вершине джан-ку-тарам, Ветер Господень врачует отрам, Души латает парчой облаков На протяжении долгих веков. Здесь на вершине у самых небес Силу теряет и ангел, и бес. Здесь зарубцуются сердце злом, Если вас чайка коснется крылом. Вот такая мантра. Ну вот так я поздравила вас в этом году с Феодосией. Феодосия Богом данная, Небом солнечным осиянная, Морем ласковым и каймленная, Духом времени опаленная. В ней царит колорит восточный, И парит фемиан цветочный, А вокруг красотой богатый Горы высятся, словно латы. Здесь серебряных звезд браслеты Воспевают в стихах поэты, И внимает душа прибою. Здравствуй, Кафа, Я вновь с тобою. В прошлом Феодосия называли Кафой. Ну и так, коротенькие. Обычно на отдыхе Вообще пишутся короткие зарисовки. Расстилаю небеса, Укрываюсь облаками, И полыни волоса Нежно трогаю руками, Упиваюсь высотой, Свежим воздухом свободы, И согласна на постой В щедрой храмине природы. Войду рано совсем, Когда дремлет прибой, И вокруг тишина неземная, А прозрачных небес Сокаем голубой Растянулся от края до края, Сонно дышит степная Вокруг благодать В ярких крапинах Буйного цвета. Я готова всю душу И сердце отдать За роскошество Крымского лета. И я сегодня Вновь ходила в горы, Посидеть на камне у обрыва, Посмотреть на вольные просторы И на гладь пустынного залива, Насладиться благостным покоем, И случайной птице воркованием Утро красовалось зверобоем, И лучей горячих целованием. И, казалось, ангелы парили, А, быть может, Просто чьи-то души Вдалеке от моря И от суши Меж собой О жизни говорили. В Крыму тоже бывают дожди. Вновь... Ой... Не надо. А включите, пожалуйста, свет. Вновь сегодня с обеда дождит. Все летучи на горные плечи, Над заливом Чаграва кричит, Собирая пернатых на вечи. Растревожена водная гладь, Разыгралась в пучине тревога, Ну, а я открываю тетрадь Для душою рожденного слога. Вот дальше. Густой закат Окрасил летний вечер, Устало солнце катится с горы, Отмерит день, Готовят звезды свечи, Чтоб осветить небесные шатры, Полощит море камни у причала, Румяный луч наводит объектив. И это чудо всех начал начала И бревной жизни Главный лейтмотив. В Орджоникидзе и Феодосе Очень красивые закаты. Даже вот я знаю итальянцев, Которые говорили, Самые красивые закаты в Орджоникидзе. И вот когда приезжаешь туда, Вот только еще на подъезде К Крымского мосту, Там есть такая остановочка, Там мань пассажирская, Выходишь, а там лиманом пахнет, Донником, Другими травами. И вот воздух такой, Как будто его вот ножом можно режть Или ложкой есть. Воздух морской С яркой ноткой донника, Вязко густой, Как сироп или патока, Легкой волны Троекратная тоника, Дымка по краю Отрога покатого, Сладость июня, Цветочные россыпи, Песня пчелы Над соцветиями мятными Лето шагает Размашистой поступью, Радуя ситцами Невероятными. Сейчас мы послушаем песню В исполнении Елены Виталия Новикова Как раз о Крыме. Называется «Крымский марш». На мои слова.